Что такое эмоциональная гибкость и как она влияет на успех? Почему нельзя избегать негативных эмоций? Как найти подход к своим переживаниям? Правда ли, что можно самостоятельно выбирать реакцию на сигналы эмоциональной системы? Продолжение смотрите на канале роман-сергеев.com, ссылка в описании. В сегодняшнем видео мы обсудим, как преодолеть страх знакомства с девушкой. Готовы? Ну, тогда начнем. Что ж, в сегодняшнем видео я покажу настоящие козыри. Я познакомлю вас с Джоном Сонмас. Зацените его канал, я оставлю ссылку в описании к видео. Все, чем занимается Джон, так это помогает простым парням стать лучшими мужчинами. Итак, без лишней болтовни, Джон Сонмас и его техника знакомства. Эй, привет, Джон Сонмас на связи. Антонио меня попросил поговорить с вами, друзья, о том, как преодолеть свои страхи, чтобы познакомиться с девушкой. Сперва хочу сказать, что да, это вполне нормально, что вы можете получить отворот-поворот и бояться отказа. Но это именно то, что возможно преодолеть. И секрет в преодолении любого страха заключается в том, что страх никуда не исчезает сам по себе. Но вы всегда можете развить в себе смелость. У вас нет выбора, ощущать страх или нет. Но у вас всегда есть возможность выбора в проявлении смелости. Вы можете сделать это в любой момент. И чтобы это сделать, вам просто надо принять решение. Для этого необходимо просто проговорить себе, что вы принимаете страх. Но я не позволю страху остановить меня. Вот что нужно сделать. Шаг первый – просто взять и начать двигаться в направлении девушки, с которой вы хотите заговорить. Вам просто надо пойти и принять, что вы ощущаете страх. Он даже может выделить немного адреналина. Если вы не знали, то страх и возбуждение – это родственные психологические симптомы в нашем теле. Так что вы можете перенаправить страх в сторону возбуждения и направиться уже с другим настроением к девушке. Подойти к ней и просто сказать «Привет, как ты?». Да вам даже не надо знать, что вы будете говорить ей. Во многих случаях ребята спотыкаются, потому что не знают, что сказать девушке. А суть в том, что вам надо ввести в привычку. Это научить свои ноги идти. Идти в направлении девушки. И просто заговорить. Не важно, что вы скажете. Вы просто только что преодолели страх этого. Вы и так уже будете на небесах отчасти. В мире нет ничего более лучшего, чем это ощущение. Вы просто идете и делаете это. И что происходит? Вы начинаете понимать, что страх невелик, и вы начинаете вырабатывать уверенность. А какой лучший способ развития уверенности, так это только через повторение действий и получение неких гарантий результата. Ваши гарантии, вы не умрете, и ничего плохого не произойдет, если вы пошли и познакомились с девушкой. Так что вперед. Идите и практикуйте это, хорошо? Не переживайте о результатах. Лучше переживайте о том, чтобы сделать это. И знаете, что со временем, я всегда это повторяю, доверяйте процессу. Что это значит? Когда у вас есть определенный процесс, который сработает. Вы просто продолжаете делать этот процесс и не переживаете о последствиях. Так что если у вас есть страх общения с девушками, все, что вам надо знать, это если вы будете продолжать с ними знакомиться, то вы станете лучше это делать. Вы станете более уверенными, страх исчезнет. А вместо того, чтобы следить за страхом, лучше сфокусируйтесь на смелости и том, как она развивается, и как вы начинаете ей управлять. Просто подходя к девушкам, многие из них дадут вам фору. Потому что сколько ребят так могут сделать? Не у всех хватит смелости подойти к девушке и начать разговор. Это многое говорит о вас, как о мужчине. Спасибо, Антонио, за предоставленную возможность побывать в гостях у тебя на канале. А вам, друзья, я желаю успеха. Если появятся какие-либо вопросы, я с радостью вам помогу. Просто заходите ко мне на Джонсон Месс, мой YouTube-канал. Я буду рад помочь вам с любыми женскими проблемами. Друзья, я оставлю ссылки на канал Джона в описании к видео, а также одно из моих любимых видео, которые он запостил в прошлом году. У него крутой канал, вам понравится. Я горд его вам показать. Мне также было бы интересно почитать от вас, ребята, в комментариях, что вы думаете об этом видео. Может есть другие ютуберы, с которыми мне следовало бы познакомиться и пригласить к себе в студию. Я всегда нахожусь в поиске других влогеров, которые помогают нам становиться лучшими мужчинами, потому что это моя цель на RealManRealStyle, помочь вам преодолеть препятствия и стать лучшей версией себя. Увидимся в следующем видео в комментариях.